Саша, ну буквально вот несколько минут назад, десятков минут назад у нас был сюжет, посвященный лебедям, которых повредили в Кагаринском парке. Я предлагаю поговорить с человеком, который знает об этом больше. Да, и который просветит нас и расскажет, в каком сейчас состоянии находятся эти благороднейшие птицы. И надеюсь, что сегодня уже никто не сможет их обидеть. У нас в гостях Антон Якулеевич, директор муниципального бюджетного учреждения культуры Детский парк. Доброе утро, Антон Александрович. Ребята, доброе утро. Успокойте нас, пожалуйста. Да, мы обеспокоены. И вас, и симферопольцев могу успокоить, что с лебедями все в порядке, хотя, конечно, некий урон их здоровью был причинен. Какой именно? Застрявшие крючки, поцарапанные крылья. Ну, это не смертельная травма, могу успокоить, поэтому были применены сразу же, оказана помощь. Поэтому с лебедями все в порядке, но в очередной раз, конечно, нужно взывать и к совести, и к осознанности тех, кто рыбачит на пруду. Давайте не взывать, давайте наказывать. Вы знаете, я как рыбак рыбаков понимаю этих ребят, которые, не выходя из дома практически, да, закинули удочку, посидели, получили удовольствие. И вполне возможно, я даже допускаю тот факт, что не ради наживы они туда ходят. То есть рыба – это трофей, ради которого, собственно говоря, мы все рыбаки туда ходим, на рыбалку, но это не первоочередное. Главное – посидеть. Ну, вот, никто не против посиделок, но лишь бы не было урона. Скажите, а действительно в Гагаринском пруду водятся рыбы? Их туда несколько лет тому назад завезли специально для того, чтобы эти рыбы боролись с водорослями, чтобы озеро было не цвело. Поэтому, да, там рыба есть. Там и черепахи есть. Их много. Вообще в Гагаринском парке и попугаи есть, Саша. И павлины. Павлины появились. Да, да. Как они себя чувствуют, все птицы? Обживаются. На новом месте. Вот там павлинарий появился. Да. Сколько павлинов сейчас? Мне кажется, около пяти. Я точную цифру не помню. Антон Александрович, а вот по поводу лебедей, есть какая-то статистика, сколько их обитает в нашем озере? Шесть. Шесть? Да. Их тоже завозили или они сами прилетели? Это завозные. В прошлом году их завезли с декоративной целью. Лебедям здесь комфортно, они прижились, им нравится, никуда они не обитают. Вы знаете, Антон Александрович, вот, например, многие симферопольцы в прошлом году нарекали, что птицам очень плохо живется. А я вам сейчас объясню, почему. Дело в том, что их домики находятся на середине озера, да, и зимой, конечно же, оно замерзает, покрывается коркой льда. Да, и птицы просто не могут добраться до своего жилища, до своих квадратных метров. Ну, вы знаете, прошедшая зима показала, что, по большому счету, никаких проблем у лебедей не было, и им комфортно. Они получают необходимый рацион, регулярно их кормят. А вот, кстати, регулярно кормят хлебом, сама видела, приходят люди и кормят хлебом. Это проблема, да, с которой мы боремся информационным способом, и таблички ставим, и разговариваем через радио, телевидение. Поэтому призываем в очередной раз, не кормите хлебом. Вы знаете, да, и работники парка, даже не только работники, а и посетители самого парка иногда даже делают замечания. Но он наблюдал, как дворники активно эту позицию поддерживают, и прям бегут, и кричат, не кормите хлебом! А чем же можно кормить лебедей? Кормим специальным составом каш. То есть есть специальный состав, он привозится регулярно, несколько раз в неделю, поэтому лебеди получают необходимый комплекс питания. Ну, плюс они ведут все равно же активный образ жизни, поэтому они и питаются тем, что есть еще в озере. — Антон Александрович, можно теперь перенестись в детский парк, потому что там тоже ожидается грандиозная реконструкция полян и сказок. В детстве, конечно же, я ее посещала, там была, Саша, наверное, это тоже. И стоит отметить, что какие-то вот просто невероятные там будут изменения. — Ну, вы знаете, не просто будут, они уже происходят. Этот процесс начался у нас в июне месяце. Он оказался немножечко дольше, чем мы предполагали, потому что работы больше, чем на первый взгляд. Эти скульптуры уже немолодые, к ним применяли свои таланты многие художники, реставраторы, лепщики, я не знаю, как их назвать, но каждый оставил свой след. Теперь этот след необходимо убрать, потому что налепили сверху много. — Вы имеете в виду, уберут скульптуры или что? — Нет, нет, я имею в виду, уберут то, что было налеплено сверху этих скульптур. — Ага, понятно. — Потому что каждый решил оставить свой какой-то мазок, и он не везде уместен. Поэтому у сегодняшнего реставратора, а это профессионал своего дела, возникло много вопросов, почему одна кисть короче другой, почему плечо длиннее, почему щека опущена, а здесь поднята. Ну то есть он это видит. И вы знаете, чем мне нравится этот скульптор, что он видит оконечный результат, и он к нему стремится. Он перфекционист, он педант. И в некотором смысле, конечно, это удлиняет сам процесс, но это не есть плохо в данном контексте. — Вы нам сейчас тоже о нем более подробно расскажете, но здесь я бы хотела задать такой вопрос, он меня особенно интересует. Вот как бы ни звучало устрашающе, но голова оживет все-таки. — Я только хотел понять, что я помню в свое время, когда эта голова действительно и дула, и дети этого страшного боялись, глаза сверкали. — Да. — Да, вы знаете, нам понравилось такое выражение — голова будет дуть. Дуть, и еще и будут у нее глаза светиться. Вот пока мы не определились, был ли это изначально заложен механизм светящихся глаз в голову, но многие поддержали, многие вспоминают, что это было. Было, не было, мы доистину не докопались, но тем не менее современные технологии позволяют это сделать без особых затрат. И поэтому однозначно и дым будет идти, и глаза будут светиться. Поэтому детство вспомнят все. — Большое вам спасибо. Мы всей редакции искренне желаем, чтобы все у вас получилось, потому что те преображения, которые происходят с парками, их нельзя не отметить. За что вам большое спасибо. — И вам спасибо. — Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в гостях Антон Якулевич, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк».